здравствуйте уважаемые господа и дамы начинаем сегодняшний семинар посвященный вебинар посвященный эзотерике и я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы которые вы опубликовали на в моей группе которая называется дуэкокайлас и рте facebook и так получилось 125 комментариев буду считать что это все вопросы вебинары которые связаны с ответами на вопросы они обычно такие получаются интересные широкие и интересно отвечать потому что необходимо обратная связь и мне бы хотелось с вами общаться сейчас смотрю вы ставите плюсики это говорит о том что вы меня видите и слышите ну и давайте начнем итак первый вопрос денис техонравов какой был вопрос здравствуйте какой теме посвятить сегодняшний вебинар по эзотерике пишите пожелания в комментариях с уважением дуэку и так денис техонравов тема весна а что весне разговаривать весною чем особенность весны весна это начало рождения семени начало рождения появления семени в земле и начала роста начинают расти растения начинают появляться почки появляются листья так и в человеческой душе что-то начинает появляться начинает появляться мысли о том что хорошо было бы иметь семью потому что один человек хорошо 2 лучше потому что вдвоем выжить легче знаете в эти сложные годы когда все так противоречиво людям которым люди которые одним гораздо сложнее выживать чем люди которые вместе знаете есть та же пословица такая вместе даже отца бить легко говорят поэтому я считаю что люди которые специально и принципиально избегают возможности обзавестись любимым человеком или обзавестись семьей но этим людям необходимо все-таки работать над собой ставить на первое место все-таки идеи или приоритеты именно вот такие это появление семьи желание чтобы в семье были дети потому что дети являются для человека мотивацией а семья является для человека поддержкой ну и вот таким образом если не ставить на первое место деньги и интимные отношения а на первое место ставить все-таки желание заботиться желание поддерживать желание жить ради кого-то то реализовывается у человека мечта даже не мечта у многих такой мечты нет а реализовываются у человека мотивация то есть появляется смысл жизни и ради чего жить и для кого жить и так далее поэтому весна именно поэтому я решил сделать новый сангая который пройдет завтра это сангая я буду давать 50 эзотерических кодов я их раньше не давал это 50 эзотерических кодов для того чтобы нравиться людям чтобы семья лучше чтобы отношения в семье были лучше чтобы те у кого нет семьи нашли семью но если у вас уже есть семья тоже можете участвовать потому что в случае если читать коды для привлечения там партнера или там обрести мужа и так далее то такие коды для тех у кого есть семья могут помочь семье приобрести нужные связи приобрести приобрести нужные знакомства иметь влияние в миру иметь возможности дополнительного заработка привлечь материальное благополучие и так далее в общем первый вопрос есть дама келли андрей андреевич подскажите причину страха у ребенка ребенок боится кушать говорит что еда застревает в горлышке боится что в легкие может попасть если причина этому да ему сейчас около девяти лет первый раз появился страх когда ему было наверно лет шесть вот это то о чем вы рассказываете возникает на фоне гастроэзофагиального рефлюкса гастроэзофагиального рефлюкса гастроэзофагиальный рефлюкс это обычно то что появляется у ребенка на фоне того что он там пьет газировку есть сладости то есть первое что вам необходимо сделать это соблюдать диету не есть вареную колбасу меньше есть чипсов сладостей всевозможных ни в коем случае никакой газировки сладкой второе начните принимать обязательно печеный лук давайте ребенку печеный лук запеките его порежьте маленькими кусочками можете его посолить и даже и не знаю поперчить намазывать на хлеб можно смешать с сливочным маслом и давать ребенку или там по кусочку чтобы он это все съедал дело в том что такой печеный лук он уберет у вас высокую кислотность желудок желудка и в свою очередь это приведет вас к тому что в дальнейшем вылечиться этот гастроэзофагит вообще не давайте там не давайте много еды чтобы он кушал один раз в день обязательно обязательно если покушал обязательно физические упражнения должны присутствовать если ребенок будет сразу же ложиться после приема пищи лежать то тогда развивается данное заболевание не перекусывайте очень поздно перед сном воздержитесь от употребления жевательной резинки леденцов там жареной жирной пищи конфет там кислой пищи чаев всевозможных напитков с кофеином газированных шипучих на пыль напитков и так далее не разрешайте спать на животе старайтесь чтобы побольше было физических упражнений можно мои препараты попринимать железняк допустим далее анатолий зерчук скажите пожалуйста насколько длительным будет открытый конфликт на востоке украины нужно ли делать серьезные запасы продовольствия у всех дети это вопрос выживания но не у всех есть такой учитель как вы да такой конфликт будет длиться на протяжении еще минимум двух с половиной 2 и 8 месяцев лет то есть нас не ждет быстрое окончание тех ситуаций которые есть когда это закончится сейчас для того чтобы начался мир необходимо чтобы закончилась чтобы трубопровод поток 2 или как он там называет северный поток 2 чтобы этот трубопровод был подключен и для того чтобы он был подключен нужно чтобы и украина и польша и румыния и дания хотели этого потому что все остальные страны хотят но в случае если это произойдет то воспринимают это все как допустим как допустим падение финансового дохода для таких стран как украина для таких стран как польши и так далее ну и это считают не очень правильным что свою очередь приводит к тому что вот сейчас происходит происходит эскалация конфликта происходит политические игры происходят всевозможные пропагандистические идеи то есть обливание обеих сторон друг друга грязью и так далее в целом как только второй поток будет запущен в этот момент надобность в эскалации конфликта на востоке украины будет закончена по моим по моей идее как бы вот как я так считаю это все рано или поздно закончится это произойдет где-то в течение двух запятой лет и 8 месяцев то есть труба будет подключена и на этом закончится вот то что сейчас происходит поэтому конечно же нужны вам серьезные запасы там где есть эскалация конфликта там всегда должны быть запасы продовольствия поэтому обращайте на это внимание но мой совет все же он больше вот такой если у вас есть возможность и рядом с вами находится место разграничения конфликта то есть там с одной стороны одни с другой другие то вы постоянно находитесь вместе с повышенным режимом опасности если у вас есть хоть какая-либо возможность спасти себя или возможность обеспечить себе спокойное существование старайтесь максимально и подальше увозить свою семью чтобы не попадать в какие-то зоны конфликта и зоны вот такого влияния поэтому я понимаю что это все мы же маленькие люди то есть мы то чё мы маленькие люди с одной стороны одна власть другой другая власть а мы же не должны от этого страдать наши дети наши матери они от этого не должны умирать поэтому по возможности необходимо обеспечить прежде всего им возможность быть или существовать безопасно оксана и фанова мне постоянно уже не один год в разное время суток даже в пять часов утра в разных частях города встречается странная пожилая женщина бывает голову сторону поверну и в этот момент в окне или в дверном проеме я вижу ее может ли это что-то означать может это долг вы кому-то что-то должны обычно в случае если вы видите взрослого человека то вы должны кому-либо и это уже длительным очень дал давно длится возможно вы забыли но долг этот есть возможно деньги возможно обещание данная кому-то но его необходимо либо попросить за него прощения либо все-таки выплатить кирилл андреевский уважаемый андрей андреевич прошу дайте наставление в какой сфере мне работать какой бизнес открыть начать развиваться или какую нишу мне занять чтобы зарабатывать достаточно большое количество денег для обеспечения себя и своей семьи сам не могу определиться по какому пути идти чем заниматься вот смотрите все очень банально просто вы умеете что-то делать хорошо и сразу же вы пишите мне вот допустим чек задает такой вопрос первый вопрос который я ему начинаю задавать скажите вы умеете что-то делать хорошо человек обычно отвечает нет тогда что нужно научиться сделать нужно научиться делать что-то хорошо то есть что необходимо человеку первое что необходимо образования то есть что необходимо делать необходимо обучиться чему-то что-то делать хорошо вот почему много артистов дело в том что когда у ребенка в школе появляется свободное время знаете школа это небольшое заблуждение в которое вводят наших детей то есть наших детей начинают обучать получению определенных знаний но при этом максимально стараются ребенку давать эти знания сухо и у ребенка появляется такая идея что знание это не жизнь что это просто определенная задача которая ставится родителям обществом чтобы у него эти знания появились именно поэтому я считаю что в логической как бы завершенной такой идея обучения ребенка необходимо применение и объяснение фактического применения тех знаний которые он получает в настоящем дне то есть ребенок как говорил макаренко в свое время после того когда в чем особенность была макаровского макаринского образовательного процесса она заключалась в том чтобы максимально подготовить обычного человека или молодого человека к тому чтобы он был максимально адаптирован к выживанию и к той среде в которой он проживает в этом заключалась сама идея макаренко почему потому что вот такое разобщение получение информации ученика который обучается в средней школе приводит к тому что он знанием которые он получает относится как будто к чему-то индивидуально полученному не понимаю что это является частью жизни и что это на самом деле можно очень широко применять своей жизни именно поэтому когда появляется хобби которые если честно назвать является тоже знаниями и ребенок начинает обучаться ну то бишь там пению там цирковому искусству игре на баянии фортепиано 1 трубе там я знаю там на музыкальных инструментах то у него это начинает получаться так как он над этим работает и над этим трудиться а теперь гипотетически представьте раньше этим занимались кстати дома пионеров что есть еще кружок такой где ребенка обучают печь хлеб где ребенка обучают делать скульптуры из железа там использовать там гибочные кого наковальни использовать там арматуры какие-нибудь и при этом сваривать это все между собой делать это красиво и у ребенка со временем появляется умение это делать потому что сразу же появляется те кто отсеивается в момент того когда они начинают петь отсеиваются в момент того когда они начнут там готовить пищу момент того когда они начнут там играть на чем-либо и так далее и в дальнейшем те у кого будет лучше всего это получаться они куда будут хотеть идти дальше они будут хотеть идти дальше в эти науки и становиться там нужными членами общества то есть случае если у ребенка хорошо будет получаться допустим готовить пищу ему захочется в дальнейшем там обучиться и научиться правильно готовить быть технологом который может помочь там не помочь разработать какой-нибудь продукт питания и внедрить его в пищевую промышленность или сам самому стать частью этой отрасли открыть какой-нибудь там бизнес ресторан или какой-нибудь комбинат по производству пищи и там полуфабрикатов и так далее ну и так в общем то во всем просто вот к чему я это все говорю смотрите глядя на вас кирилл сейчас я посмотрю какой у вас тут возраст глядя на вас кирилл я могу сказать вам что у вас вообще жизнь она только начинающийся ну и от себя хотел бы сказать что мы уже на территории наших стран не можем конкурировать допустим с иностранными компаниями такими как китайские конгломераты какие-то еще конгломераты которые пытаются продавать то что они производят у себя потому что они делают это и быстрее и внедряют это быстрее в жизни так далее и здесь необходимо сразу понимать тогда в чем можно быть человеком который может состояться я могу сказать вам такие специальности как допустим электросварщик или такие специальности как там токарь и так далее они сейчас очень популярны популярна очень востребованы просто никто не хочет работать но такие специальности которые они редкие сейчас становятся потому что они необходимы а людей которые хотели бы обучаться на такие специальности все меньше и меньше поэтому они сейчас очень востребуемы какие специальности сейчас прямо нужны и нуждаются сейчас любой маркетинг который подразумевает продажу товара любого социальных сетях это и создание лендинга это создание тоннеля продаж это правильная работа с страницей в instagram правильная работа и продвижение своего блога в ю тубе и правильная работа в фейсбуке правильно организации продвижения сайта это фактически является на сегодняшний день дело производством и все что связано с этим на сегодняшний день является просто необходимым элементом для того чтобы у человека появлялась дальнейшем возможность быть тем человеком кто может не только создать а продать то есть купить можно в китае ли там сделать что-то можно руками а вот как продать и вот как продавать этому необходимо сейчас обучаться ну и все что связано с этим привоз это логистика существует транспортная логистика складская логистика международная логистика это перевозка грузов хранение это допустим это логистика складская далее растаможка это брокерская деятельность знание языка это сейчас как бы само под собой подразумевает дальше инфобизнес это то что подразумевает и ведение блога и запись видеоклипа о своем товаре умение вести себя перед экраном или перед камерой монитором ну и умение создавать человек вас увидел после этого он хочет как-то зайти на ваш сайт и с этим человеком необходимо коммуницировать то есть необходимо между ним объединиться с помощью там социальных сетей необходимо потом свой сайт как-то продвигать или знать как это все работает поэтому необходимо понимать что такое там seo оптимизация сайта там как с как и при с помощью каких программ создавать эти ядра и так далее почему это все говорю этому всему на сегодняшний день можно обучаться это на сегодняшний день является той классической системой которые необходимо внедрять в общие циклы обучения ребенка самого раннего возраста да я не противник изучения музыкальной грамоте да и не противник того чтобы ребенок изучал английский язык и математику я поклонник точных наук математики физики биологии физиологии медицины химии но я хочу вам сказать что сегодня есть определенные направления которые превалируют над всеми и которые захватывают свой рынок и которые скорее всего в дальнейшем будут более востребованы и более необходимыми это рынок информационный необходимо понимать что расширение информационного рынка на сегодняшний день достигла имеет колоссальный рост еще в 1991 году мы не видели особо ноутбуков а первые компьютеры они были белость темно-серого цвета там какие-либо экраны были огромные и там в них вставлялись дискетки на сегодняшний день один сотовый телефон допустим какой-либо сотовый телефон имеет столько же функции как допустим все компьютеры которые можно было собрать девяносто первом году допустим там в курской области и они все объединены в одном телефоне умение пользоваться таким телефоном умение пользоваться и выбирать для себя программу умение продавать в интернете является на сегодняшний день ключевым элементом на сегодняшний день тот человек который умеет хорошо продавать в интернете это человек который будет всегда иметь независимо от того где он живет будет всегда иметь еду и будет и всегда иметь возможность быть и сытым и довольным именно поэтому на сегодняшний день происходит как бы ослабление легализация во всех странах демографического размещения людей то есть люди могут приезжать находиться нелегалами в разных странах или наоборот приезжать и находиться как бы официально в своей стране проживать другой стране при этом возможность передачи денег там свифтами или там какими-либо платежными системами дают человеку возможность обеспечивать свою семью находясь в любом совершенном месте и это стало свободным за счет вот этих информационных технологий ну вы больше меня наверное знаете и несколько слов ладно поэтому что тут понимать обучайтесь когда у вас будет что-то хорошо получаться вы будете этим хотеть заниматься а чем заниматься стоит что будет лучше получаться тем и занимайтесь вот скажите себе что вы умеете делать сегодня хорошо у меня была недавно встреча и девушка говорит я ничего не умею делать хорошо я говорю ну а что ты умеешь делать хоть что-то она говорит ну что я умею вкусно кушать готовить обучись на повара начни делать хлеб а кому он нужен кому-то нужен если его едят значит кому-то это нужно они ходят в торговый центр а это уже называется я ищу помните вы затарите для бизнеса моем семинаре я говорил всегда вы ищите повод для того чтобы этим заниматься или ищите объяснение себе почему вы этим заниматься не хотите так вот люди которые ищут возможности это сделать у них шансов больше это сделать чем те люди которые все знают но ищут возможности объяснить себе почему они это не делают наталья довгопол весна время сеять и сажать знаю много есть ваших советов но хотелось бы услышать новые советы для хороших урожаев скажите что любит больше всего скажите зернышко это живое живое скажите земля на живая она живая потому что вы вкладываете в нее зернышко и она как живое существо начинает развиваться делиться и выходить то есть до этого она мертвецкий лежала ничего с ним не происходило если обратить внимание то все вокруг нас находящиеся это все живое она все шевелится выживает двигается дышит у всего этого что то есть и что все живое хочет скажите котик любит когда его гладят да что такое гладить это относиться хорошо это тепло относиться это выделять чувства и вот точно так же необходимо делать и землей знаете когда вы садите вот у меня мама она такая колдуха немножко она когда садит картошку то она прям с каждой картошкой разговаривает и ты мое там солнце и ты моя хорошая и вот я тебя сейчас закопаю и вот здесь вот при трамбую и вот так вот их польем я все время удивлялся думал зачем это необходимо но картошка у нас всегда была хорошей и помидоры всходили и перчики почему это такая особенность для того чтобы урожай был хороший нужно его нужно выделять по отношению к нему еще только маленькому выделять чувства и тогда все будет хорошо это чувство должно быть теплое нельзя быть бездушными с чувством лучше чем без души хотя земля такая благодарная знаете что она может дать все что захочет человек наталья шалфеечка интересует выбор правильного пути как сделать чтобы появились сидения движения вперед и что будет приносить наибольший возможный доход вы начните получать доход не наибольший обычный я обычно говорил так вот недавно с игорем матчеренко разговаривал и когда-то повторю для него слова дело в том что очень часто люди совершают такие ошибки они говорят я хочу получать наибольшие да вы начните получать сначала наименьший потом обычные а потом средняя потом уже наибольший не нужно получать сразу наибольший так не бывает малые деньги зарабатываются копеечками средние деньги малыми деньгами большие деньги средними деньгами огромные деньги большими деньгами и нельзя так сделать зарабатывать копеечками огромные деньги так не бывает на горбу обычно заезжают в рай понимаете на своем поэтому как вообще и что необходимо сделать человеку чтобы измениться так чтобы у него появились задачи ли появились идеи но первое отвечайте за свое поведение не живите так как вам навязывает кто-то почему в случае если вы живете идеями и поведением которые вам навязывает кто-то масс-медиа телевизор ваша мама или папа ваша сестра или даже ваш мужчина знайте у вас не будет хорошо получаться бизнес почему потому что отсутствует мотивация для того чтобы у человека или человеку хотелось бы что-то делать и чтобы это что-то ему у него очень хорошо получалось и происходило быстро нужно чтобы в начале у него получилось или появилась радость момент того когда он это захочет делать а когда ему навязывают то радость не возникает именно поэтому все сделанное не в радость а сделанное для кого-то обычно но не приносит хороших результатов именно поэтому все время говорю живите для себя будьте добрее не живите идеями чужими не обращайте ни на что внимание почему очень часто люди совершают такую ошибку они так стараются обращать на все внимание правильно неправильно нужно не нужно вообще не заморачивайтесь почему любые заморачивания человека любые его мысли мешают его реализации если жизнь пустот на то в пустоте сознание производит как тому кастанеды было любое намерение создает процесс который должен создать появление или материализацию так вот что мешает любому намерению помехами является намерение одно а любые другие мысли это помехи именно поэтому когда у человека появилось желание что-либо делать то не нужно об этом мечтать не нужно ни о ком и об этом спрашивать старайтесь что вы хотите делать вот я как мужчина я всегда если имею намерение то я его довожу до конца недавно была такая ситуация мы едем женой в машине и мне не нужно было кушать и мы ехали там сдавать анализ какой-то крови и я ехал когда потянулся за жевачкой это было мое намерение взять жевачку и и жевать и она мне говорит не ешь жевачку потому что тебе сейчас нужно сдавать анализ крови я ее начал оживать после чего выплюнул почему потому что необходимо себя обучать доводить до конца любое даже микро намерение решили что-то сделать сделайте тогда у вас будет получаться во всем а если вы начинаете обращать внимание сделать не сделать правильно неправильно попробовать не попробовать знайте вы разрушаете свое намерение и успех разрушаете свое намерение и успех также помните о формуле о которой я говорил на первой ступени школы кайлас я говорил необходимо не только отдыхать и получать удовольствие необходимо еще обучаться и работать именно я это часто говорю если у вас нет денег для того чтобы вкладывать вкладывайте свою жизнь и большое количество работы работайте обучайтесь а когда вам надоело обучаться работайте а когда надоело работать обучайтесь напишите для себя стратегию на листочке чем вы собираетесь заниматься и начинайте плавно в этом направлении начинайте работать как вы относитесь к прививкам боюсь делать своему ребенку думаю что энергетические прививки на нас плохо влияют ваше мнение а теперь посмотрите на то что происходит мне на сегодняшний день допустим для того чтобы продать какой-нибудь препарат я сейчас достану мне для того чтобы продать вот этот препарат мир мил мне необходимо его сделать произвести сертификацию и так далее и так далее после чего мне этот препарат необходимо начать продавать в интернете то есть или не в интернете я должен обращаться кому-то и дальше станет вопрос реклама то есть я должен вкладывать большие деньги в то чтобы это начали рекламировать после чего когда я начну вкладывать большие деньги а если я не буду вкладывать большие деньги то будет ли этот препарат продаваться нет потому что в случае если вы вкладываете в рекламу то это становится продаваемым а теперь несколько слов об этом вот смотрите свое время свое время появилась такая информация и в интернете очень много было информации о том что человеку необходимо пить на протяжении дня от двух до четырех литров воды и эта информация и и постоянно кто-то популяризировал то есть снимали об этом передачи и программы после чего об этих об этом всем постоянно говорили скажите вот у вас теперь какой эзотериков а я раньше говорил в эзотерике денег и в эзотерической школе кайлас на первой ступени я всегда говорил обращайте внимание на то кто за это платит и почему платят чтобы все об этом знали вот сейчас так разрекламировано не делание прививок и так разрекламировано делание этих прививок что становится понятным что на самом деле мое вот внутреннее такое положение вещей говорит о том что те кто рекламирует рекламирует их не делать эти прививки заинтересован в чем-то и платить деньги для того чтобы это заинтересованность было и те кто рекламирует чтобы не делали прививки скорее всего заинтересованы в том чтобы люди дальше болели для того что почему потому что когда человек болеет можно уменьшить количество стариков можно уменьшить количество популяция популяция растет и так далее те кто говорит делать и вкладывают в эти деньги имеет тоже корыстную корыстное желание какое они видимо хотят продать побольше потому что они где-то закупили эти прививки теперь им необходимо продать отбить свои свои деньги поэтому обе эти стороны они заинтересованы поэтому случае если вы хотите пожить подольше и не болеть тем вирусом которые в общем-то является смертельным и все об этом уже знают большинство людей которые болеют этим вирусом это люди которые в дальнейшем очень много людей в этом году умерла прям огромное количество людей умерла это обычно такие более престарелые люди взрослые люди молодежи очень много умерла причем молодых людей умерло очень много людей с синдромами там синдромом иммунодефицита и там какими-либо еще синдромами аутоиммунными заболеваниями и это люди и в дальнейшем количество людей которые будут болеть и умирать от этого гриппа будет увеличиваться поэтому если вы не болели этим гриппом и хотите все-таки жить и жить полноценно и комфортно и вам все-таки хорошо было бы провести такую прививку поэтому обе стороны которая говорит не нужно умирайте и вторая сторона которая говорит покупайте мы на вас заработаем обе стороны не правы потому что я считаю что люди которые платят налоги и платят их на протяжении всей своей жизни вот как я с девяностых годов плачу налоги разным странам и занимаюсь бизнесом за свои деньги все построил и все создал то у меня появляется такая идея почему бы мне как человеку который всю жизнь старался делать что-то там для государства для страны платить налоги в конце концов не выдать такую прививку бесплатно ну и после чего знаете мне ее не только не выдают бесплатно мне говорят же за нее нужно платить еще и очень достаточно большие деньги ну и в общем то являюсь ли я поклонником прививок да я считаю что если бы не было прививок манту а кдс бцж то люди бы в большом количестве умирали и это мы видим странах африке потому что на количество людей которые рождаются есть количество детей которые умирают и самая высокая смертность это смертность в тех странах где игнорируется употребление или прививания и где по сей день люди считают что это не нужно для них именно поэтому в этих странах увеличена рождаемость там же увеличена смертность и это смертность она регулируется как раз тем что люди болеют и корею и паротитом и краснуха и туберкулезом и полимиелитом и так далее и тому подобное а мы не болеем потому что мы прививаемся и считаю что это очень хорошо валентина лунгу здравствуйте андрей андрей чем наш ум должен питаться каждый день чтобы тело чувствовало себя уютно наш ум каждый день должен питаться радостью но если вы считаете что ум имеет возможность есть то отчасти вы правы если рассматривать природу или физиологию нашего ума и нашего сознания то можно сказать что наше тело оно больше питается аминокислотами аминами пептидами и это клетки нашего тела питается более аминными белками то наш мозг он больше питается липидами то есть это более жировые такие жировая пища такая то есть человеку для его мозга необходим витамин g если вам не хватает творчество увеличьте дозу витамина е случай если вам не хватает целе устремленности больше витамина а а в случае если у вас не хватает и того и 2-го то больше витамина к и где же находятся данные витамины витамин е есть в большом количестве в оливковом масле а теперь скажите мне где его употребляют больше всего ну и наверное хочется сказать что как бы испокон века оливковое масло считается чуть ли не религиозным маслом для людей проживающих на территории италии а теперь скажите где самое большое количество композиторов где самое большое количество знаменитых художников где эти люди появились какая страна дала самое большое количество выдающихся и успешных талантливых художников и в общем-то композиторов ну и конечно же можно сказать что да на первое место нужно поставить все-таки италию почему это культ оливкового масла нет ни одного итальянца который в своей жизни не выпивал бы в неделю литровую там не знаю в месяц литровую бутылку оливкового масла они любят оливковое масло они любят зелень они кушают там свою пасту кушать прошут и стараются кушать более такую вегетарианскую еду более такую если мясо то очень мало ну и могу сказать что в италии в испании люди достаточно долго живут при этом если рассматривать эти страны они еще и выглядят хорошо также есть страны поклонники оливкового масла это страна испания франция италия это страны вьетнам из азии потому что там очень любят оливковое масло и любят перепелиные яички поэтому если вы хотите чтобы он ваш питался каждый день хорошо вам необходимо увеличить количество употребления витамина е который в большом количестве находится самом настоящем оливковом масле но мое мнение такое что оливковое масло лучше есть без дрожжевого хлеба а использовать ржаной хлеб и вот если с ржаным то тогда это полезно для мозга а если с дрожжевым то не особо у меня есть две мантры которые читаются на одном дыхании и вводят легкое состояние транс означает это важные для меня мантры или ничего не означает я не могу сказать если человека вводит состояние транса то жизнь человека связана с тем чтобы человек жил в состоянии радости а любой транс он не дает человеку состояние радости именно поэтому человеку необходимо работать более над тем чтобы быть более осознанным более осознанно радоваться осознанно жить и осознанно получать удовольствие от того что ты живешь и у тебя есть семья вот это я считаю на первое место необходимо ставить любые виды транса это своего рода убегания от себя то есть человек во время транса пытается убежать от того мира где ему тяжело скучно неприятно это неправильный путь по моему мнению я считаю что наоборот необходимо найти себя здесь а с помощью транса когда здесь будет переизбыток того что тебе нравится с помощью транса найти еще и в середине себя или внутри себя то тот ресурс который называется расширением чувствительности или расширением осознанности которым в котором находится еще дополнительный океан энергии из которого ты можешь черпать для себя дополнительные энергетические ресурсы ольга всегда интересно ваши вебинары на любую тему но хотела бы спросить нельзя обращать и помнить своих умерших родственников а если люди перерождаются сразу тогда каким образом мир мертвых может влиять ну ведь если переродились то их уже нет в мире мертвых или как-то не понимаю спрашиваю так как сожалению все мои самые родные люди уже там когда человек рождается то он участвует в цикле который называется циклом перерождения да я в это верю и я понимаю тех людей которые являются религиозными живут по религиозной доктрине я хочу сказать вам что это мое индивидуальное мнение я его никому не навязываю почему она у меня возникла это мое индивидуальное мнение я в своей жизни помню те жизни в которых я жил ранее этот эффект я раньше думал это эффект который связан скорее всего я так думал с психическим заболеванием и думал что я психически болен когда впервые я начал об этом говорить своей маме мне был еще очень ранний возраст я начал говорить о том что я скорее всего жил там там то там то и моя фамилия была такая то моя мама обычно говорила мне никому этого не говори не нужно об этом никому никому рассказывать поэтому я считал что это мои выдумки и так далее но когда я вырос и прошло еще какое-то время то это хлынуло прямо большим потоком я вспомнил сначала снились сны потом это пришло еще с открытыми глазами и очень много вспомнилось из тех жизней нескольких жизней которые я проживал в одной жизни был ксензом в польше жил в другой жизни а был еще кем-либо я вспомнил вот эти моменты не все подряд а возможно наверное самые такие последние годы того времени когда я проживал то есть это годы были старости годы болезни и так далее ну и это повлияло на всю мою жизнь сознательную потому что в дальнейшем когда я вырос я нашел и место и свою фотографию тем кем я был в прошлой своей жизни знаете что очень смешит и меня лично поражает во всех этих моих реинкарнациях я был похож на себя настоящего что-то такое было в чертах или в качественных чертах что напоминало мне себя сейчас то есть я видел либо глаза либо прямо настоящие черты знаете это очень удивительно но когда в польшу поехал для меня это было шоком просто я знал и где я жил и улицы как назывались и там многие не знали уже и человека этого когда начал искать тех людей которые знали этого человека во время великой отечественной войны то очень много там открылась и тогда но это моя религия знаете из-за того что я это помню кстати есть целые форумы где люди вспоминают и начинают говорить о том что они помнят все-таки свои прошлые жизни и конечно же это ломает немного доктрину общерелигиозную где говорится о том что человек после своей смерти должен ждать момента когда он переродится для себя я понял так что наша жизнь является элементом воспитания человека таким образом в одной жизни человек умирает и обижает кого-либо в другой жизни он рождается и его обижают таким образом у него вырабатывается душевное и духовное качество уже никого в своей жизни не обижать так в одной жизни человек может убить 100 человек а в следующих 100 жизни его в том возрасте когда он убьет этого человека допустим 20-летнего убьет в следующей жизни он родится и в 20 лет его убьет и так будет проходить его курсы перерождения и это будет происходить на протяжении 100 раз пока у него не очистится его карма где он убивал большое количество людей второе когда человек умирает то человек с чистой душой и человек который прожил так чтобы не страшно было умирать то есть он удовлетворен своей жизнью знаете почему мы боимся смерти мы боимся смерти потому что мы не удовлетворены своей жизнью потому что хочется всегда и больше знаете как всегда вот человек думает там не буду встречаться с ним не буду встречаться еще кого-то подожду а потом хочу встречаться с таким хочу встречаться с таким но у тебя разве не было времени неужели нужно было дождаться там 60 лет 50 лет а потом уже зеркало говорит что нет те 18 25 там 30 они хотят 25 30-летних они уже не хотят там 50-летних а душа хочет подпичь и женщина там или мужчина горит ну что же это вот я тогда не до встречался все же я там не долюбил не допил не доел не до обнимал не до создал не до требовал и так далее и вот это не да это обычное явление многих людей так мы своей жизни меняем свою жизнь на комфорт и после этого оказываемся где-то в каком-то месте где нам страшно умирать потому что мы полностью не удовлетворены своей жизни и не удовлетворены говорит о том что жизнь была просто не зря но новые идеи уже наработаны и вот это удовлетворение а новым приводит к страху потому что так я ничего не сделал это приводит к разочарованию страшно умереть а если человек удовлетворен я и для семьи сделал и дом построил и там для государства сделал то человек может умереть и сразу же переродиться второе когда человек умирает случае если он загрязнен чем очень много делал плохого в этой жизни знаете хамил людям матерился загрязнял всячески свою речь делал боль окружающим людям жил гадко был человеком лживым был человеком лживым перед собой перед близкими обижал кого-либо но и не успел отработать это с помощью своего заболевания обычно людям таким дается возможность поболеть но природа как бы новые технологии уже не дают этим людям болеть они умирают внезапно и следующей жизни этот человек не рождается быстро он должен перейти в мир такой который называется в тибетском мистицизме миром кала чакры ли чакры времени и считается что между миром живых людей и миром божественным находится некая прослойка которая называется миром мертвых этот мир мертвых это некая астральная субстанция куда человек попадает после своей смерти мир мертвых мы в него попадаем если можем если есть у нас на то возможности энергия когда мы засыпаем вместе где мы засыпаем бы астральное как считают все место или астральное поле мы там находимся на самом деле там находятся и живые мертвые ожидающие своего рождения так мы ночью путешествуем по этому миру где находятся мертвые так мертвые могут проявиться или там прийти к вам это будут ваши родные как вам кажется что это ваши родные так далее но хочу вас разочаровать когда человек рождается то если бы гипотетически ребенок который только родился в астральном мире подошел бы к зеркалу то он бы увидел перед собой страшного старого человек это было бы его конечной чертой того момента когда он умрет то есть он бы мог увидеть себя полностью старым и умершим момент рождения мы здесь рождаемся молодыми а в том в астральном мире мы старики поэтому если вам снится сон в котором вы смотрите в зеркало и видите перед собой старого страшного дедушку знайте это хорошо это говорит о том что вы еще будете очень долго жить случае если увидите перед собой вы спите и видите перед собой в зеркале в отражении маленького ребенка знайте не все так не все так бесконечно нужно уже обращать внимание наверное на события и на то чем вы занимаетесь таким образом человек попадает в мир мертвых иногда мертвецов удерживают обещаниями клятвами которые они дают на протяжении своей жизни и так или обращаются к ним делают из них мумии делают из них допустим какие-либо удерживающие факторы то есть когда тело у человека распадается в этот момент его душа покидает тело но существуют такие методы которые заставляют человека сделать мертвым или злобным или мертвым духом это просьба которую с которой обращается человек который подходит гробу человеку и таким образом делает своего родственника любимого то маму отца или брата или еще кого-либо делает его духом которого который хочет переродиться но его удерживают на земле как это обычно происходит если гипотетически войти в сознание этого духа то выглядит это так когда вы засыпаете и вам снится сон но вы его не помните и вы просыпаетесь то как вы себя ощущаете а если во время сна к вам кто-то подходит вы же этого не слышите не видите также и душа человека после смерти у него как сон где ему что-то снится он просыпается что-то снится но он себя уже не ассоциирует с тем человеком которым он был до этого но родственники его обращаются к нему цепляют на него какую-либо эзотерическую магическую программу делает из него гневного духа этот гневный дух не может переродиться все время выходит в мир мертвых делает дырки и выпускает сюда не переродившиеся души из-за этого у людей появляется больше идей быть вредными и больше стремится к смерти то есть даже сейчас можно было бы задать какой-нибудь вопрос он мог бы быть хороший допустим как заработать деньги там как справиться с коронавирусом но вас же больше интересует вопрос мертвецов видеть давайте сделаем так пусть мертвецами бог занимается а пусть жизнью занимается человек и перерождаются сразу только те кто достоин перерождаться сразу не сразу перерождаются те кто не достоин вот если вы не вредный человек переродитесь сразу не могу понять почему умирают младенцы сразу после родов если человека убить вот смотрите у человека есть путь он должен его прожить от начала до конца и человек очень сильно болеет и этого человека внезапно убивают там за один час до его смерти за трое суток до смерти и тогда после того когда этот человек рождается то он сразу же должен умереть для того чтобы как бы опыт который он должен был закончить должен закончить дальше а если там умер ребенок возможно в прошлой жизни это человек своим указом или даже поступком что-то сделал нечаянно или даже специально предумышленно с маленьким ребенком то есть это может быть там аборт это может быть там убиение это может быть несчастный случай но такой человек возможно при рождении может сразу же умереть будучи еще очень маленький юлия володина здравствуйте если осознанность знания что с эмоциями повысилось мировосприятие но эмоциональность возросла иногда не справляюсь какие практики делать я вам очень рекомендую проходить практики первой ступени эзотерической школы кайлас также какую практику необходимо делать для того чтобы успокаиваться прямо перед самым сном сидят а кстати забыл сказать практикуйте санга я 66 кстати после того когда вы перед тем как вы для того чтобы быть спокойным на протяжении дня вам необходимо выполнять следующую практику закрытыми глазами перед сном делайте длинный вдох и короткий выдох и тогда на протяжении следующего дня вы будете очень спокойными почему так необходимо делать это увеличивает астральный кокон человеку а чем больше астральный кокон тем человек спокойнее когда человек нервничает когда человек психует это часто связано еще с гормональными всплесками именно поэтому все что раздражает глаза раздражает человека а сегодня этих раздражителей много это информационная война которая ведется в наших странах это информационная война которая ведется другими странами для нас то есть это внедрение и популяризация там порнографии это отталкивание людей друг от друга это национальные идеи которые считают тоже сродни порнографическим идеям то есть вот это все может создавать для человека возможность создавать для человека возможность вот такой вот психической усталости агрессии человек из-за этого становится потом таким лобильным нервным и что можно с этими эмоциями сделать хороший сон и сладкий сладкие отношения валентина бондар дри андрей спасибо за школу кайлас пусть у нас будет хорошо даже не сомневайтесь у нас точно все будет хорошо как защитить себя от фан информационного безумия люди говорят о болезнях вирусе везде одна тема какой-то психоз знаю философию школы стараюсь находить для себя хоть немного позитива как помочь преодолеть эти страхи вот смотрите вам для того чтобы изменить ту информацию которую вы получаете необходимо сейчас прямо за зайти в youtube вот я захожу в youtube нажимаю навигатор и смотрю что здесь мне сейчас предлагают я вам сейчас прочитаю что мне предлагают и на что я настроен и так мне предлагают выдержит ли хата сразу двоих пап посмотреть сериал папик 5 6 серия посмотреть посмотреть литвины гордик только больше купить авто за 24 часа дальше радостные приключения мюнхаузена новый сериал дальше я себя знаю семён слепаков дальше девочки рулят спонтанное решение приезд на виллу еще видите у меня нет никаких совершенно новостей которые связаны с какими-либо с какими-либо новостями которые связаны там с заявлениями что обычно у людей вы начинаете сами искать для себя какую-либо информацию начинаете вводить там заявление лаврова заявление петрова там когда будет война и так далее удаляйте эту информацию блокируйте ее и напишите себе там как готовят пищу получайте больше информация о том там обучаетесь какой-нибудь как упс просматривая какую-либо информацию обучаетесь этой информации вы же специально для себя ищите это все не надо для себя специально искать информацию обо всем плохом ограничивайте себя нету информационного безумия я в нем не живу потому что я ограничиваю себя от любого информационного безумия смотрю кино потом слушаю музыку сегодня писал для вас семинар который будет завтра проходить это как выйти замуж писал седьмую ступень там пишу книжку какую-то когда есть свободное время я там занимаюсь производством читаю там книги которые связаны там с тем чем я собираюсь дальше заниматься читаю чьи-либо исследования когда совсем много свободного времени мне нравятся китаянки которые готовят пищу и мечтаю сам ну и скорее всего это все реализую там видео который где я буду сам готовить какую-либо пищу и так далее то сейчас это все я подготовлю и в дальнейшем буду этим заниматься то есть вам что есть время этим вот смотрите чем я отличаюсь от вас ничем но у меня нет этих новостей у вас есть информационное безумие люди говорят какие люди говорят у меня лично нет знакомых таких которые говорят я вот дома общаюсь семьей никто не говорит жене я вот разговаривал сегодня он об этом мне ничего не сказал ехал с шофером владом говорю как дела хорошо что будешь завтра делать маме свои поеду потому что маме обещал отвезти ее в деревню с дворником не дворником а там у меня человек из который делает сад садовником говорю как дела сереже он говорит хорошо дела говорит в этом году совершенно не болел спина заболела у меня андрей андреевич и мне помочь игру но как там вообще карантин и все остальное говорит там не никогда я вообще в это в эту сторону не смотрю я говорю ну а если в стране война то чем будем заниматься он говорит ну что будем делать будем что-то делать проблему нужно решать в тот момент когда она возникает и информационное безумие там скобеева я не смотрю там украину лаврова гончаренко я не смотрю там каких-либо политиков я вообще игнорирую они мне неинтересны уже если кого-то послушать то и лучше послушаю там пайлота бабу или там девраха бабу или почитаю какую-либо книжку но уже если совсем плохое настроение хочется крови и грязи то библию почитаю знаете ну какое информационное безумие ограничивать их тоже вас должен ограничить от него сами убирать так много приятные хорошие информации есть куча шоу есть куча там как это сделано там напишите запрос какие программы мне посмотреть для того чтобы и там для того чтобы научиться там хорошо печь хлеб начните сами вести какой-нибудь психологический семинар там я не знаю там так много всего сейчас время реализации пойти песни просто записывайте на видео может это кому-то понравится если не понравится то будет воспоминание о вас как себя вести если дети крайне плохо себя ведут они матерятся на улице грубо разговаривают со взрослыми вчера я слышала в маршрутке как мальчик пнул учительницу если сделаешь замечание то дети только еще больше разозляться если не сделать то вся площадка слушает у меня сын взрослый но я думаю многим интересна такая тема спасибо вам наши дети являются отражением тех чувств которые возникают у людей ребенок который начинает беситься говорит о том что папа озабочен сексуально и мама ему не дает а мама озабочена вообще непонятно чем как деньги зарабатывать это же как шляться и всех это бесит а ребенок он становится дурачком и становится долбанутым почему потому что ребенку нужно относиться тепло а если к нему относятся как помехи то тогда мама тянет с одной стороны папа тянет с другой стороны так уж устроен сейчас мир друзья мои что в этом мире никто к сожалению не обучает людей морали раньше были религиозные общины или общество в которых говорилось о религиозных элементах морали о том что есть уважение о том что нужно уважать близких это мораль она внедрялась самого детства до были свои перекосы и завихрения в религиозной морали там любой абсолютно всегда там ценились какие-то моральные вот эти элементы также у нас была советская мораль мораль советского союза где говорили о том что именно в советском союзе говорили о том что мужчина должен заплатить за женщину в ресторане о том что женщина должна идти там и держаться мужчину за правую сильную руку с правой стороны подыша правая сильнее чтобы чувствовать его силу что мужчина должен вперед женщину пропустить почему вперед женщину но потому что он ее может потом закрыть руками и там случае если какая-то опасность то может ее спрятать как бы в свои объятия и так далее а там других странах наоборот мужчины вперед входят почему а у меня всегда вопрос а если ее сзади украдут тоже непонятно ну и вот такая мораль она всегда присутствовала эта мораль она была пронизана она была пронизана и она сама развивалась данная мораль почему она возникла в советском союзе мы жили по принципу где государство давала надежды людям что у них все получится где давала надежду людям и давала квартиры и люди могли ходить на работу могли работать до 5 до 6 вечера и потом у них было свободное время и в воскресенье они могли отдыхать и вот эта обеспеченность свободным временем создавала у этих людей желания творить или создавать творчество это творчество оно было необходимо людям и они начинали слушать стихи слушать красивую музыку и это нравилось очень большому количеству людей у них было на это время а сейчас в связи с тем что мир переключился в сторону капитализма одной из самых главных задач одной из самых главных идей это идея зарабатывания денег которые ставят на первое место на сегодняшний день это капиталистический мир государство уже ничего никому не должно все должны этому государству или какому-либо еще государству при этом кто богаче тот и прав ну и люди вынуждены быть эксплуатируемыми эксплуатируемым трудовым пролетариатом и людям необходимо выживать выживание в этом случае оно связано теперь стало с тем что человек должен быть более напористым более хамовитым более жестоким более наверное конкурентным а конкурировать в среде физиолог физических людей сложно нужно быть более сильным более наглым более там ругайственным и внешний мир начинает проникать во внутренний мир человека это в дальнейшем переходит в состоянии семьи где одна мораль социалистическая ли советская мораль исчезла новая мораль она не возбуждает потому что глядя на мораль или моралитет как говорят в германии религиозные которые демонстрируют нам многие религиозные деятели становится понятным что наверно если самые высшие религиозные деятели так поступают и так себя ведут хотя это может быть тоже специально созданная пропаганда то нет воспитания и в ребенке никто не воспитывает мораль и когда никто не воспитывает мораль в ребенке то эта мораль она должна каким-то образом быть а то что там воспитать ребенка ребенка необходимо воспитывать собственным примером а это пример родителей там мама обнимает отца отец там мама отец заботиться о маме там за ручку подержал погладил обнял тогда детям нужно говорить что там обнимаетесь это задача нас обычных людей независимо от того есть у нас морали религиозные или нет и нашей задачей является не воспитывать кого-то кто непослушный а создавать условия и говорить об этом говорить о том что мораль все-таки присутствует о том что наглость это нехорошо мы воспитываем своих детей мы воспитываем своих внуков и мы мы обращаем на себя в мир он так устроен что нужное человек выберет сам в процессе эволюции поэтому не нужно переживать за чужих детей это их путь поверьте мне есть это вам попались такие люди а есть такой путь еще когда ребенку необходимо становление допустим ребенка угнетают дома он хочет угнетать кого-то вокруг себя ребенок там но это еще знаете некомпетентность преподавателя это некомпетентность это некомпетентность родителей это но как родителям быть другими если в советское время социальную мораль бы она была потеряна в наше время не создана когда допустим выпивать и бить морды это хорошо когда быть наглым приветствуется когда материться среди женщин и среди детей это нормально и так далее ну и конечно же здесь такой вариант мы как люди высокодуховные как люди развивающие эзотеризм мы можем это делать среди таких же как мы мы это делаем очищая пространство мы это делаем так чтобы темные силы деструктивные силы на земле уменьшались поверьте мне это очищает землю это очищает души души становятся лучше но и со временем и дети и люди тоже становятся лучше поэтому я хочу вам сказать на ваш вопрос как себя вести хочу сказать вам единственно правильный ответ игнорировать это единственно правильный ответ как вы должны поступать я понимаю вам больно я понимаю но отвечать на насилие насилием это закреплять насилие анжелика рахмудинова очень интересно послушать о символах и знаках судьбе человека случае если вам показывают какие-нибудь цифровые символы которые совпадают и каждый день появляются допустим все время появляется 1111 допустим или там там 1224 что необходимо сделать или появляются какие-либо номера но первое не стоит забывать что это является синдромом психического отклонения или психического расстройства которые называются обсессивного и расстройства то есть человек везде начинает подмечать что-либо и второе to компульсивно это когда человек находит какие-либо решения то есть на него описи вновно он подозревает об obsessивно он подозревает кого кого-либо в чем-либо а потом компульсивная это он ищет решение от того что это произошло как это все можно преодолеть но это все принимает форму такую же сезонную или возможно даже такую депрессивную или тревожную и так далее но вы же задали вопрос как люди психически здоровые именно поэтому я отвечаю как эзотерик можно ли на что-либо обращать внимание в случае если это вас больше не отягощает а смешит но это появляется в вашей жизни то обращайте вот на что внимание если сложить все цифры которые появляются и получится цифра 2 тогда что-то у вас прибавится допустим у меня так часто было я еду на работу и все время смотрю на часы на часах все время обращаю внимание там 11 11 11 11 это плюсик плюс плюсик или плюсик плюсик то есть это хорошо что я поехал на работу теперь я заработаю денег то есть то о чем я задумал у меня получится если появляется тройка то это говорит о том что необходимо очень стремительно стараться что-то делать от вас требует движения то есть вам необходимо как можно больше делать движение в жизни вот я хочу куда-то пойти или не хочу куда-то пойти посмотрите на часы если у вас на часах цифра получилось 3 идите обязательно если любая другая не обязательно дальше цифра 4 цифра 4 это как два плюса то есть это добиться чего-либо это еще круче случае если единичка появилась это говорит о том что есть необходимость обратить на свое здоровье внимание необходимость обратить внимание на то что вы не отдыхаете если появилась пятерка то увеличится материальное благополучие если шестерка найдете любимого человека или у вас появится теплые чувства кому-либо также это может быть хорошим знаком того что дела будут у вас хорошо идти случае если семерка у вас появится это говорит о том что вам необходимо обратить внимание на то что в вашей семье не достает видимо теплых отношений не достает вашего внимания и видимо кто-то из близких страдает если у вас появилась восьмерка это может говорить о том что у вас скоро появятся дети это может говорить о том что у вас что вам необходимо больше вырабатывать чувств больше отдыхать больше обратить внимание на свой внутренний мир если появляется девятка это говорит о том что вам у вас не получается зарабатывать и это не получается зарабатывать из-за того что вы черствую человек необходимо обратить внимание на свои вредные стороны не обижать близких не нервировать окружающих и обратить на это внимание иначе наказание будет уменьшение материального благополучия но это как бы очень так поверхностно добрый день можно ли держать ваджу во время чтения чтения кодов от зла да можно как заряжать ваджу не нужно заряживать не нужно снг 70 на тему замужества я уже перепробовала разные практики коды но пока нет результата скажите стоит ли мне брать снг несомненно будет ли она работать в записи дело в том что ваши руки опускаются и это связано вот с чем дело в том что вы очень этим озабочены когда вас это отпустит вы сразу же выйдете замуж также я хочу вам сказать что женщина очень часто не может выйти замуж и дальше очень смешно это выглядит из-за заболеваний желудка гастрита и гельминтов и я когда-то давал уже вот такой вот совет это проверено как только начинаешь женщине лечить желудок она тут же выходит замуж почему во время своего опыта многолетнего я могу сказать что это прямо нонсенс какой-то как только женщине начинаешь лечить желудок если она холостая на тут же выходит замуж и как и случае если это не помогает начинаешь лечить женщине и и там гельминтную противогельминтную программу тоже выходит замуж вылечить глистов несложно существует народный способ он такой очень агрессивный но при этом очень эффективный необходимо взять один стакан сладкого чая зеленого и перед сном насыпать случае если нет у вас сахарного диабета первого и второго типа от одной чайной ложки до двух столовых ложек сахара и добавить туда две столовые ложки коньяка коньяк сахар очень любят глисты коньяк попадая в тело глиста блокирует его нервную деятельность опьяняет можно так сказать на самом деле не опьяняет а разрушает и гельминты попадая в пищеварительный тракт переставая сосать кровь становятся беззащитными к влиянию нашего пищеварительного тракта и благополучно уничтожается за счет там трипсина пепсина за счет соляной кислоты за счет веществ которые выделяются тонким кишечником двенадцатиперстной кишкой и так далее это все начинает расщепляться и вот что необходимо сделать для того чтобы она все все глисты они токсичны для того чтобы это все не усваивалась и не приводило к вторичному отравлению и ухудшению вашего самочувствия необходимо выпить одну или две столовые ложки кастрового масла не запивая водой то есть через 20-30 минут после выпивания такого чая необходимо выпить кастровое масло две столовые ложки не запивая водой после чего уже ничего не есть делать это необходимо 7 дней подряд или подряд каждую ночь в семь дней и обычно вот за эти семь дней человек избавляется от всех активных гельминтов которые находятся в организме естественно не рекомендую это использовать детям также хотел бы сказать что есть ограничения в случае если есть камни в мочевом пузыре камни в желчном пузыре то есть сахарный диабет 1 или 2 типа то использовать данный метод не стоит ну где же другие способы там можно полынь попить и так далее второе лечение желудка ну самый простой способ это применение льна то есть берется столовая ложка семени льна растирается в порошок одна столовая ложка добавляется в стакан теплой воды размешивается и после чего выпивается вот я хочу вам дать оля совет случае если у вас проблема не эзотерическая то она у вас физиологическая поэтому уберите у себя физиологическую проблему заболевания желудка и заболевания глистами и тогда ваши вопросы вот эти будут сто процентов решены конечно в этот момент необходимо наверное сегодня вебинар самый нелепый получается просто очень много людей которые начнут это слушать скажут да этот человек сумасшедший он советует такую чепуху но знаете в этом есть своя доля хорошей такой правды и у меня была такая замечательная подружка оля которая все время меня донимал и говорил что не могу выйти замуж не могу и что мне делать уже время идет и мама хочет и там дети надо рожать и так далее и после этого прямо во время проведения третьей или четвертой ступени она ходила на ступень и говорит мне дренд речи 10 дней буду пить вот этот чай на ночь с касторовым маслом андрей андреевич благословите я верну о чем ты говоришь пик конечно здоровья так вот она это все пропила и после чего вышла замуж за иностранца переехала в америку на сегодняшний день имеет нескольких детей и член вернее гражданка соединенных штатов америки счастливая женщина подскажите о пирсинге его влияние месте прокола металл не имеет никакого значения нигде делать пирсинг никак он не влияет ни на каких людей ношение металла на себе железо позитивно сказывается потому что железо отталкивает раху и кету то есть если человек носит на себе что-то железное то это дает ему шанс не попадать в аварии или не попадать в какие-то неприятные ситуации обычно это знают в индии есть сики это религия такая которые носят на себе железный браслет и вот этот железный браслет является оберегом от влияния планет которые которые рассматриваются в религии шактизма и рассматриваются как планеты раху и кету в индуистской астрологии зульфия бад гарриева я ваша ученица очень уважаю вас если я буду читать три слова помогут они моей дочери у нее нарушение психики я понимаю что мой вопрос не по теме да помогут представляете свою дочь и читаете эти три слова я хочу вам их напомнить это слово припутав тряфсы к исты плову припутав тряфсы к исты плову необходимо читать не менее трех кругов четок а это где-то 360 308 324 раза 327 раз галина ван как достичь понимания того что действительно хочешь получить от жизни у меня не получается понять что действительно мне надо не могу даже определить какое загадать желание как достичь концентрации определить свои цели с уважением галина сегодня уже говорил что для того чтобы у человека появилась цель у него должна появиться мотивация женщине очень легко жить ради мужа ради детей ради большой поставленной цели если у вас не возникает такой мотивации то приближайте мотивацию к своей к своей амбициозности то есть жить чтобы прославиться жить чтобы стать знаменитой жить чтобы люди удивлялись и восхищались вот так то есть можно в эту сторону таким образом у вас будет появляться мотивация это очень хороший такой пример он действительно очень помогает еще такой вопрос какое значение имеют родинки на теле в таиланде говорит что сколько родинок на теле столько грехов кармических это правда чем больше родинок у человеке на теле тем выше кислотность его желудка поэтому в случае если у вас всегда будет повышенная кислотность желудка тем больше будет родинок на теле для того чтобы кислотность не поднималась у человека ему необходимо принимать горечи на протяжении дня я принимаю горечь за это время похудел по стройнел кишечник перестал бурлить исчезли газы и так далее я свои горечи сделал добавил из 16 растений сейчас эти сейчас эти горечи патентируем не скоро вы сможете эти горечи тоже по приобретать у меня можете попробовать купить в аптеке могу сказать что мы и горечи будут потрясающие они так и будут называться горечи дуйку ольга васильева у меня сейчас какое-то обострение близкие очень напрягают требует внимания как можно эту ситуацию быстро стабилизировать я стараюсь расти духовно а их это раздражает они не понимают расти духовно это значит быть добрее быть добрее то получать удовольствие от того что они рядом с вами живут вот смотрите как необходимо делать проводите такую медитацию утром садитесь на кровати и говорите я буду получать удовольствие от того что рядом со мной этот человек находится второе когда рядом трогайте этого человека если он вас раздражает прикасайтесь к руке делайте что-то для него обязательно старайтесь заботиться помните что любая забота вот смотрите ребенок вас раздражает начните о нем заботиться подметать подтирать там заниматься перестанет раздражать ну заниматься нет наверное когда вы будете заниматься с ним раздражать он все-таки вас будет тем не менее забота о ребенке возьмите там постирайте ему футболку там помогите кубики собрать там чемодан портфель бутылки не знаю что ты поэтому напрягают этого не будет случай если будет у вас больше к ним тепла вообще близкие садитесь утром а все медитации садитесь утром и начинаете говорить я получаю удовольствие от того что они рядом со мной живут я получаю удовольствие то что их вижу что их трогаю руками что их обнимаю я получаю от этого удовольствия и вот такие внушения они могут помочь вам действительно научиться настраиваться на то чтобы радоваться или говорите я радуюсь от того что у меня дети радуюсь от того что их вижу я радуюсь от того, что я их слышу, я радуюсь, что они здоровы, я радуюсь, и начните начинать вот такое внушение по принципу слов «я радуюсь», и тогда это будут такими микротриггерами, которые будут везде установлены, и потом, независимо от вашего состояния, вы уже страдать не будете. Будет любая тема интересна, спасибо. Здравствуйте, почему, когда одновременно происходит несколько событий в одно время, ждешь-ждешь неделю, никто не звонит, а потом в раз и в несколько человек, и все важные. Это все проблема, которая связана вот с чем. Человек обычно, когда думает о чем-то, то он мечтает в одну точку. Ой, мне позвонят, и у меня это получится, и у меня это получится. Это все происходило в одно время, в одной точке. Если вы мечтали в одной точке, то и позвонят все в один день. Вообще, я хочу вам сказать, для того, чтобы мечты ваши сбывались, меньше мечтайте. Я говорю это серьезно. Обычно женщины склоны, да и мужчины склоны делать так. Нужно подумать, нужно помечтать, нужно вот об этом подумать. Да не нужно думать, решили делайте. А не делайте, тогда и не думайте. Вспомните первую ступень моей школы, я об этом очень часто говорю. Я вам уже отвечал, и поэтому хочу вам еще раз это повторить. В случае, если вы задаете вопрос, слышите, что я отвечаю. Когда у вас есть горе, то это горе ваше, и не нужно его со всеми делить. Закройтесь, положите фотографии, выплачьтесь, попрощайтесь. После этого удалите эти все странички и вновь начинайте жить. У вас только один выбор. Прожить жизнь эту от самого начала и до самого конца. И выбора другого у вас нет. И еще, у человека этого обнаружили онкологию легких. Сказано было, что срок полгода жить у его отца тоже был рак. Значит ли это кармическое наказание? И здесь вопрос к вам. От того, что это кармическое наказание, что вам от этого? Ну если это так, то что? Вы при чем? Это наказание его, оно вас не касается. Если его кармическое наказание его с семьей это связывает, ну тогда это наказание семьи. Если бы вы были там, имели совместных детей, тогда нужно было бы переживать. А так, что переживать? В вашем случае это... Просто выплакайтесь, удалите и вновь начните. Найдите силу жить для него. Жить ради той любви, которая у вас была. Жить ради тех счастливых моментов, которые были. Не омрачайте себя или свою жизнь. Не обижайте Бога. Он хочет, чтобы люди жили от начала до конца. Подскажите волшебную палочку, которая продается на сайте. Необходимо заряжать? Не нужно заряжать. Все заряжены. Пишу вам с радостью. Огромное спасибо. В пятничном вебинаре, прямо в эфире, вы убрали у меня страх перед автомобилем. И на самом деле все работает. За три месяца это неоднократно подтвердилось. Исчезло бешеное сердцебиение, тревога и паника. Сейчас в машине веду себя прилично. Чувствую себя защищенной. Еще я закончила вашу первую бесплатную ступень. И закрутилась. Мужа пригласили в Газпром в новую рингой. Снова вернулся в хоккей. Сейчас мы всей семьей улетаем на север. У меня к вам вопрос. Есть ли эзотерические методы перед полетом? Огромное спасибо за знания, которые вы нам даете. Спасибо, что вы есть перед полетом. Для того, чтобы не бояться, необходимо выпить небольшое количество алкоголя. Многие так делают. Это очень помогает. Не нужно ничего бояться перед полетом. Если сели... Знаете, ничего нельзя бояться, если тебе завтра рожать. Вы же не боишься ни гинекологов, никого. Потому что рожать нужно. И вот говорите себе так. Когда ты рожала, ты же не боялась. Вот и самолет. Если сели, то бояться уже нечего. Придется лететь. Хотела бы послушать о душе. Прослушав отрывок семинара о душе, попросил извинения о душе. Стало как-то легче. Но понимаю, что это частица информации о душе. Хочется еще что-то узнать. Милости прошу. Приходите в мою школу Кайлас. Там как раз очень много разговоров о душе. И слушайте очень много всего. Также есть семинары, они бесплатные, вебинары в ютубе. Кстати, я забыл сказать вам. Прямо сегодня и прямо сейчас вы можете подписаться на рассылку. И сделайте это непременно. Вот сюда. Подпишитесь на наши новости. А также завтра будет идти Сангая. Оно номер 70. Посвященное быстрому замужеству и вообще замужеству. Обретению счастливой семьи. Помирить супруга. Вернуть супруга гулящего. И сделай так, чтобы все жили в мире. Это принять участие можно, перейдя вот по данной ссылке. Как можно перейти? Необходимо взять телефон, включить камеру, направить на данное изображение. И там появится ссылка. После чего нажать и перейти. Продолжаем. Андрей Андреевич. А вымаливание, выпрашивание для близких лучше делать с закрытыми глазами или с открытыми? Все, что вы делаете для близких и неблизких на протяжении дня, все делается с открытыми глазами. Раз, тебя интересует вопрос. Если церковь призывает нас молиться об Украине, то что мы можем предпринять сами, мы ученики? Например, президент подписал указ, что к концу 21 года гражданин Украины должен вакцинироваться от пандемии. Я против, не допущу принимать эту вакцину своим близким. Я допущу, я сделаю вакцину. Не хочу, естественно, чтобы все происходило с конфликтом, грубостью. Желаю, чтобы было засчитано мне. То, что он подписал, ставьте минус. Потому что нужно еще иметь деньги для того, чтобы купить. Нужно еще и купить где-то. Да, я вас прошу. Как говорят у нас в Одессе, знаете, я вас прошу. То, что говорит, делите на пять. Кому он это поручил, кому он это поручил сделать, знаете, он подписал указ, кому он поручил это сделать, кто должен за этим следить, кто будет нести ответственность. Как вчера я читал статью, там было сказано, что у президента Российской Федерации сегодня прочитал о том, что очень дорогая недвижимость во всех регионах. И теперь недвижимость выросла на 20%. И он решил, что, ну, сказал, что это очень дорого. И сказал, что необходимо снизить стоимость недвижимости по всей Российской Федерации. Ну, а где здесь указ, поручение, выполнить в такие-то сроки и так далее. Все это, все это, на самом деле, если это указ, то вырабатывается комиссия, если это комиссия, на самом деле этот указ, он не предназначен к тому, чтобы всех вакцинировать. Он предназначен к тому, чтобы сделать комиссию. Эта комиссия начнет, там, на нее выделят деньги, появятся новые рабочие места, чьи-то жены, мужья и дети станут там, получат рабочие места. После чего будут ездить со всеми, договариваться по всему миру, там, искать или закупать. После чего просить кредит, чтобы дали там под это все, чтобы эти деньги потом можно было раздербанить и так далее. Ну, вот так. Давайте не об Украине. Никаких политических идей. Я, как учитель эзотерийской школы, нахожусь в тотальной адвайте. Мне все равно. Я не смотрю новости, мне вообще все равно. Тему можно про что-то нужно делать, а что нельзя в период празднования Пасхи и Провод. Об этом вы можете просмотреть в моем заседании ИРТЕ последнем. Там, во время проведения последнего заседания ИРТЕ, я очень широко об этом всем говорю. Что можно делать на Пасху, как креститься, как ходить в церковь, что там вообще необходимо делать. Я так в открытом виде это не даю. Дело в том, что это может кого-либо оскорблять, а я бы не хотел, чтобы это кого-либо оскорбляло. Я уважаю любые религии, я уважаю любой язык на земле, я уважаю любую целостность любых и общественных организаций, и религиозных общественных организаций. Я за любые государства, пусть люди объединяются, пусть их кто-то защищает, пусть все живут в мире, в согласии, любви и в суверенитете. Ляля Артамонова. С удовольствием бы посмотрела вебинар на тему устранения проблем с помощью Порбы. Она есть у нас. Это семинар, который называется «Обрядовая магия». На тему отношения матери и взрослого неженатого сына называется «Магия воспитания детей». На тему имущественного спора «Магия в бизнесе» или «Доктрина бизнеса» есть еще, называется «Семинар эзотерика для бизнеса». Сестра партнера не освобождает квартиру, фигурирует везде расписка «Сжигайте ее, как я обучаю в первой ступени». Вы же маги, а я вас обучаю магией. Используйте эту магию, не стесняйтесь, не нужно этого делать. Извиняюсь не по теме вопрос. Бывший муж не дает мне и нашему совместному ребенку покоя инвалиду. Всячески унижает публично в соцсетях постоянные угрозы мою сторону. Подала в суд на выписку меня и ребенка с общей квартирой, с которой выгнал нас с ребенком-инвалидом в пользу квартиранта. Подскажите, как насовсем избавить себя от этого человека. Проходите бесплатно первую ступень из аторийской школы Кайлас и начинайте использовать методы сжигания на свече, выведения на бумагу, уходив в дождь навсегда. Используйте метод хлеба и птиц, ну и так далее. Это все поможет вам навсегда избавиться от этого человека и больше о нем никогда не помнить. Как искупать свои грехи, если успел пожить и накосячить, но все же старайся жить и идти путем духовного роста. Вот само понятие того, что вы идите путем духовного роста, это и называется искупить свои грехи. Потому что только изменяя перевешивание чаш, на которых мы находимся, перевешивание чаш радости, любви и счастья, удовольствия, морали, можно перевесить те грехи, которые мы совершаем. Все люди грешны, так уж мир нас устроил, у всех есть грехи. Кстати, несколько слов о грехах. А вы хотите узнать, что же такое на самом деле грехи? Для того, чтобы узнать, станьте частью моей общественной организации РТЕ, и вы получите огромное количество информации в виде огромного количества семинаров, которые находятся сейчас в доступе для учеников школы Кайлас, которые являются еще и членами Института развития творческой единицы, так называется наша общественная организация. Для того, чтобы это сделать, необходимо пройти на мой сайт duiko.guru, написать, участвовать в РТЕ, заседаниях, где регистрируетесь, начинайте участвовать и получите более чем к 100 семинарам доступ, огромное количество информации о том, что такое духовный рост, о том, что такое грех, о том, как мы живем, что такое народ Индов, об этом и о другом вы сможете всю информацию получить прямо на моем сайте duiko.guru. duiko.guru, кристалл кастлс. Можете сегодня объяснить, как подсознание отделиться от основного сознания? Я носитель, уйти внутрь, внутренний мир, своя собственная реальность, чтобы править там. Как такое возможно, звучит не очень реалистично, но бывают такие случаи. Есть ли какие-либо способы обуздать отколовшееся подсознание в самые короткие сроки, при условии, что подсознание, как оказалось, господствует там внутри многие годы, и это совсем не добрая фея, а теперь его нужно как-то аккуратно суметь с ним справиться, и как-то договориться не получится. Можете вы что-то посоветовать при условии, что я носитель, основная личность, у человека достаточно устойчивая психика, какие-то сложные проработки не добьют и не сломят человека психически? Многие думают, что это бред и враги, но это чистейшая правда. Да, я согласен, это чистейшая правда, я понимаю, о чем вы пишете. Я писала письмо, не знаю, или когда до него дойдет очередь. Там объяснение ситуации, извинения от основной личности. Я носитель, от которой просила у вас помощи, там не нужно помощи. У меня просить необходимо проходить шесть ступеней, и на шестой ступени я даю методы, как свое сознание обуздать, и как сделать так, чтобы оно вновь находилось в вашей ментальной сетке, как его туда посадить и сделать так, чтобы оно вновь осталось вами контролируемым. Вот так. До этой ступени никаким образом, никаких методов не существует. Спасибо большое за те знания, которые даете за создание общества индов, пожалуйста. Хотела бы про технику безопасности при работе с эзотеристскими предметами, с практиками, которые вы даете, если описание метода. Приходится искать в разных материалах, что-то в ступенях, что-то в семинарах, что-то в Сангая. Спасибо большое. Ну, о чем конкретно вы хотите узнать? О Ваджре мной сказано в интернете, о Трезубце я тоже рассказывал. Хотите следующий вебинар посвящу только эзотеристским предметам? Это очень обширная такая тема. Допустим, какие-нибудь фигурки сейчас возьму. На шестой ступени я объясняю, почему в алтаре должен лежать там Ганеша или Лакшми. Вот у меня в алтаре лежат вот сейчас вот такие фигурки. Это Кали, это Лакшми. Вот такие маленькие, Нецки. Они очень редкие, очень старинные. Они лежат у меня постоянно, потому что я считаю, что это как бы тотемные энергии, которые охраняют алтарь, которые дают мне еще дополнительную, ну, если можно так сказать, духовную защиту. Ну, и этих символов, конечно, которые я использую очень много. Это колокольчики, это всевозможные парные фигурки. Я об этом всем рассказываю. В своей статье вы пишите, что нельзя визуализировать 8 в своем теле. А вот в СНГ по установке цифровых кодов есть практика, когда должны приставлять эту цифру в районе пупка. Правда, с другими цифрами? Так все же правильно, спасибо за ответ. Я, как говорил, я еще раз хочу вам сказать. Цифра 8 – это разрыв энергетического кокона. В любом виде, практикуя цифру 8 в себе, вы должны либо разорвать кокон, либо объединить его, и это приведет вас. Медитация на цифру 8, ношение на себе приводит человека к тому, что у него появляются панические атаки, депрессии, или сильнейшие разрывы отношений с близкими его людям. По поводу цифр, которые вы ставите, это арабские цифры, которые идут не цифра 8, а цифра 8888. Но это же не цифра 8. Или там 48, 51, 16. Вот такую цифру, такая цифра, она грубо обозначает номер, если безумно растягивать, не так. Если растягивать человека в пространстве, представляя его пустотным, то можно его растягивать вверх, вниз, влево и вправо. До того момента, пока не появится его цифровой код. Если растягивать цифровой код, то эти цифры станут лампочками в пространстве. И вот можно посмотреть на эти лампочки и сказать, в чем человек несчастлив, когда он умрет, или там, что с ним будет происходить. Это обычным людям не нужно. Я это очень широко использую в своих семинарах, которые называются «Целитель». Кстати, хотел бы вас пригласить на мой марафон, который называется «Марафоном Целитель». Сейчас я изменил эти марафоны Целителя. Что в этих марафонах? Раньше вы во время этих марафонов дышали, сейчас этого делать не нужно. Я понял, что люди мешают мне работать с вами, и решил, что человек может пассивно проходить данные семинары, просто сидя перед экраном с открытыми глазами или закрытыми глазами, сидя рядом со мной. Какие методы я использую? Я использую методы Целителя. Существуют ли они? Конечно, откройте любую книгу, Библию, многократные методы исцеления от Соломона, Якова, и заканчивая огромным количеством людей, которые имели возможность исцелять других людей прикосновением. Иисуса Христа, который накладыванием рук помогал людям. Петра и Пантелеймона, ну и так далее. Райха, который придумал целую систему исцеления других людей. Анатолий Михайлович Кашпировского, Алана Чумака. Те люди, которые миллионами людей ставили людей на ноги, избавляли их пасторов, которые в огромном количестве помогают людям. На сегодняшний день кто бы что ни говорил, и кто бы во что ни верил, и паспорты, и мулы, и какие-либо буддистские монахи и так далее, они умудряются, хоть это и происходит нечасто, но они все равно умудряются помогать огромному количеству людей, и это все происходит вновь и вновь. Я вывел некую такую теорию, эта теория моя индивидуальная, это теория помощи другому человеку с использованием мной разработанного метода, который называется метод исцеления. Сюда входят практически все известные, существующие на Земле, методы влияния на людей с элементами их исцеления. Все эти элементы я использую, их я использую около 800 штук, все их я перечисляю и объясняю, каким образом это происходит. Если вам это интересно, если вы болеете каким-либо заболеванием, милости прошу, практически на 99% могу дать вам гарантию того, что пройдя такой марафон, вы на протяжении года избавитесь от большинства заболеваний, которые у вас есть, особенно таких заболеваний, как заболевания позвоночника, заболевания ног, диабеты, бафлебиты и так далее. Очень много людей уже были на таких вебинарах. Скажу вам, что последний, тот который будет, это уже вебинары и системы целительства нового поколения. Я использую новые системы, их людям я просто не даю, наверное. Но со временем, скорее всего, выпущу семинар «Альманах целителя», где буду обучать вот такие методы использовать. Они непростые, они достаточно сложные, многогранные, огромные, их очень много. Кто был на этих семинарах, наверное, мог бы сейчас сказать, что там происходит. С вами всегда интересно, мое предположение, что такое хроники Акаши, как нас подключают. Человек не может подключиться к хроникам Акаши. Пока только четыре ступени прошла, скоро буду проходить обновленную пятую, получила код, читаю его. А что вы уже ему учите, рассказываете, ведь вы в этой теме много лет. Человек не может получать информацию просто так. Зачем ему ее давать? Вот вы сейчас, допустим, для того, чтобы получить информацию, вот человек говорит, допустим, Андрей Андреевич, я хочу придумать оборудование, которое бы вечно работало, вечный двигатель. Что может вам помешать? Смотрите, для того, чтобы вы придумали, допустим, какое-либо оборудование, вам нужны знания в физике, химии, причем не простые знания, а достаточно такие большие знания. И тогда вам начнут давать эти знания, и вы сможете их понимать. Иначе, если вы получите такие знания и будете их каким-либо образом понимать, то они создадут у вас энергетический, психический мусор в вашей голове, который будет мешать вам думать, который будет создавать у вас помехи, который будет мешать вам правильно функционировать вашему телу. Это будет мусор. Но вы же хотели, да, вы хотели, и вам дали такую информацию, но вы ее, когда получили, то вы с ней ничего не можете делать. Она закапсулирована. Так как для того, чтобы такую информацию получать, человеку необходимы еще и знания, академические, обширные, глобальные. Ведь для того, чтобы человек это понимал, ему, вероятно, всего необходимо это объяснять в виде математической идеи, физической идеи, новой физической идеи, электрической идеи, химической идеи и так далее. И чем глобальнее или чем, наверное, ярче его запросы, тем, наверное, сложнее и больше информации этот человек должен знать. Я всегда говорил, человек, стремящийся к получению канала, снятия информации, должен стремиться к наукам. То есть он их должен постигать, он должен их знать и должен стремиться в них разбираться, постоянно себя в этом обучая. Или постоянно быть компетентным, хотя бы в определенных областях. Можно ли считать родителями тех, кто тебя удочерил? Да. Вами разработано много символов. Хочу поделить семье, дочерям и сыночкам для защиты семьи, дома и процветания. И сына, у которого есть дочь, с которой постоянно общается, водит, забирает школы, финансово помогает. Но отношения с женщиной не сложились. Как правильно, каждому выбрать нужный. Какие из них, где правильно расположить в доме. Где угодно располагайте, это не имеет значения. Главное, чтобы их периодически люди видели. И для того, чтобы пользоваться символами, знайте. Чтобы любили, хорошо относились, круглые символы. Для материального, квадратные. Чтобы у вас выросло желание какое-либо что-либо делать. Чтобы вы красивее стали. Треугольные. В случае, если вам не хватает чувств каких-то. Не хватает, вот чем заняться в жизни. Что делать? Шестиугольный. В случае, если денег не хватает, пятиугольная звезда. В случае, если вы хотите реализоваться во всех направлениях. Эзотерики или просто жизни. Семиугольная звездочка. В случае, если просто деньги нужны. Просто символ, ловушка для денег. Мила Парфенова, Панферова. Я очень люблю мужа. У нас четверо детей скоро будет. Но он нашел себе другую. Подскажите, есть ли какие-либо обряды или символы от устранения, измены, любовниц. Мила Панферова. Здравствуйте, Мила. У вас имя красиво. Если вы ученица школы, то знайте о стаканах чувств. Это я для себя так назвал. А да, я об этом говорил на своей второй бесплатной ступени школы Кайлас. Все, что я могу вам посоветовать, Мила, это пройдите бесплатную вторую ступень школы Кайлас. Я об этом там рассказываю. У человека должен быть стакан пустой. Поэтому вам нужно делать так, чтобы вам было все равно сейчас на мужа. То есть не обращайте на него внимания. Живите своей жизнью. Не бегайте за ним. Не следите за ним. Не ищите подвоха. И он начнет к вам по-другому относиться. Говорю это серьезно. Очень интересная любая тема для детей. Как вырасти, как воспитать, как уберечь от проблем, чтобы жизнь у них получилась. Очень рекомендую свой семинар, который называется «Эзотерика для детей». Там я об этом всем рассказываю. Я его специально создал для того, чтобы вы могли его купить и использовать для себя. Огромное количество методов. Больше, наверное, там ста. Я живу в Америке и вижу, что очень много людей начинают просыпаться. Но все, кто куда-то, куда, во что гораст. Вон, коды гробового открыли недавно. И несут это в народ. Зеланд и так далее. Очень хочется поделиться вашими знаниями хотя бы со знакомыми. Я согласен. Я согласен, но я не ставлю задачи спасения кого-либо. Я задачи такой не ставлю. Моя задача маленькая. Я пытаюсь сдавать мораль. Я за семьи. Я за людей. Не для того, а чтобы люди жили, были более милосердными, более человечными. Пусть люди больше любят своих близких. Пусть женщины больше или теплее относятся к этим мужчинам. Жаль, конечно, женщин. Глядя сейчас на то общество, которое замечаю, немножечко это огорчает. Нельзя сказать расстраивает. Потому что я вижу мужчин, которые запутались. Которые просто теряются в пространстве. Знаете, убивая себя алкоголей, наркотики, делая себя, опуская себя, делая женщин вокруг себя агрессивными, корыстными. Как-то сглаживается уже ощущение безвозмездности, бескорыстной любви, бескорыстных отношений. Но я верю во все прекрасное и красивое, и моральное. Я верю в то, что мир вырвется из тьмы. Мы стараемся себя видоизменять, и, конечно же, наша жизнь изменится. А там то, что у людей происходит. Кто-то гробового, кто-то зеланда, кто-то еще чего-либо. Ну пусть у каждого, к каждому что-то подходит. Вы знаете, видимо, когда исчезла религиозная доктрина, когда она превратилась в коммерческую организацию, некоторые из них превратились в коммерческую организацию, это не тотально, но это не критика, я не противник этого, то мораль, она исчезла. И вот эта мораль, она должна кем-то прививаться. И эта мораль, пусть и в видоизмененном виде, она сейчас, позицию вот такой морали, ее занимает эзотерика. То есть позиция эзотерики, моралистической, это позиция, по моему мнению, необходимая людям. Кто-то должен быть, кто будет говорить о том, что быть добрыми хорошо. Кто-то должен говорить о том, что милосердие — это не порог. Кто-то должен говорить о том, что семья — это модно. Кто-то должен говорить о том, что дети — это мотивация, и это нас вдохновляет. Кто-то должен говорить о том, что мы это социум и должны еще и как-то смотреть друг за другом, помогать. Кто-то должен показывать, что с женами можно ходить за ручку, их можно целовать, что с детьми можно танцевать, что выживание уже такого не нужно, как ранее было, что выживать стало легче, есть больше времени быть рядом с близкими людьми и можно себя видоизменять, можно находить возможность получать удовольствие от того, что близкие рядом и удовольствие от того, что можно сделать или смастерить дома что-то своими руками, для кого-то связать, для кого-то сделать деревянную статуэтку, в баню вместе сходить, на пианино поиграть, на гитаре и сочинить стихи и так далее. Это все очень прекрасно. Пусть будут такие люди, пусть они будут на всю голову долбануты. Пусть. Почему? Потому что и у Яни, и у Иня есть и темные, и светлые стороны. Так Ян имеет белую сторону с темной крапинкой, так Инь имеет темную сторону с белой крапинкой. И пусть всегда это будет, знаете, пусть всегда это будет. Неприятности приводят к тому, чтобы мы были в Яне и были друг за друга. Приятности приводят к тому, что у человека образуется лень, и необходимо, чтобы эта лень была убрана, мотивация именно поэтому рождаются дети. Ну и мир такой, он гармоничный. Поэтому нет и нет. А у таких людей, как, допустим, гробовой, и пройдет что-то хорошее, что может на людей подействовать в хорошую сторону. Нет и нет, и у Дуйко там что-то хорошее блеснет, и людям это понравится. Даже не понравится, а кого-то изменит. Это же мир такой, знаете, один человек зайдет в дворец и увидит только пыль, а другой зайдет во дворец и увидит красивые картины. Ну и это такой выбор. Люди непонятно, куда войдут, и непонятно, с кем будут. Но найдут, одни найдут мораль в учениях гробового, другие найдут пыль. Ну и так во всем. Пусть все существует. Пусть все существует, только пусть это все не призывает к презрению, пусть это все не призывает к гордыне, пусть это все не призывает к ненависти, пусть это все призывает к миру. давайте будем оставаться милосердными человеколюбивыми людьми как определить допустимое время занятий по вашим методам занимаюсь около трех часов ой как определить допустимое время занятий по вашим методам зачем мне вот звонит женщина занимаюсь три часа по утрам результаты есть улучшился стон снижается вес повысилась чувствительность но проверка показала что три многовато согласен к тому же нет ощутимых признаков срабатывания усталость жаление поспать наоборот время практик появляются ощущения сравнимые с экстазом вы правильные практики выбрали есть такие практики которые наполняют энергией человека и вы видимо выбрали те которые не только расходу это еще и наполняет все правильно делаете можете заниматься три часа если у вас есть время с вами всегда будет интересно хотела бы узнать как влияет на человека истребление домашних животных животных для пропитания бог дал людям возможность жить на земле и бог дал людям возможность пользоваться всеми благами и бог не запретил человеку пользоваться пропитанием домашними животными просто не нужно издеваться в тот момент когда животные живот не нужно убивать животных так чтобы они долго страдали необходимо это делать все правильно ну что хороший в общем то получился у нас вебинар руслан малый исцели себя помоги другому все матрицы горя его на файлах хранилище не с youtube а заказ матриц скажите руслан зачем вам это зачем вам это вы зарабатываете на том что вы матрица горя его продаете так вот не нужно этого делать пусть он их продает сам давайте будем людьми толерантными возьми этого руслана малого который у нас там сейчас есть на сайте дойку гуру и заблокирую его вообще мой сын хочет заняться биткоинами не нужно ему биткоинами заниматься здрасте приобрел браслет серебряными талисманами на руку хотела бы еще один такой талисман для браслета ловушка для денег будет ли такое или нет будет да спасибо пожалуйста пятиконечная звездышка на этом браслете это ловушка для денег я желаю вам успехов я очень рад что у нас есть совместная душа что у нас есть совместное такое желание изменить этот мир очень хотелось бы чтобы в этом мире правило любовь я могу сказать вам прогноз на апрель не нужно бояться никаких войн миром теперь будет править 9 лет только радость счастье везение успех и рост не будет никаких страшных военных действий все будет хорошо и мир плавно в течение 9 лет придет к хорошему видоизмененному состоянию то что будет через девять лет будет отличаться от того что сейчас и это все будет не в худшую а в лучшую сторону теперь вы это знаете поэтому старайтесь жить позитивнее и не особо обращать внимание на всякую